Привет, друзья! С вами Павел Урлапов, а на экране у вас новенькая Assassin's Creed Odyssey. Если бы вы попросили меня подобрать каждой игре ассоциацию в виде какого-либо человека, то Одиссея заслуженно бы обрела аватара в виде Бейли Джей, потому что Одиссея — это игра с подвохом. Буквально в каждом промо-материале игры сверкал тезис разработчиков о том, что Одиссея — это самое настоящее RPG. И с одной стороны, это правда. Перед нами первая в истории Ubisoft ролевая игра, сделанная внутренней студией. Именно Одиссея впервые привносит в серию диалоговую систему, возможность совершения выбора, делает больший упор на развитие персонажа и не чурается всё это замешивать в сеттинге Древней Греции, в котором нашлось место не только легендарным историческим личностям, но и настоящему волшебству. Другое дело, что ничего из этого не образует и никогда не образовывало ДНК такой серии, как Assassin's Creed, из-за чего фанаты франшизы уже не первый месяц бушуют в сети, обвиняя разработчиков в том, что Одиссея не имеет ничего общего с Ассасином, как и Ассасин с Одиссеей. Можно эту точку зрения поддерживать, можно рассуждать наоборот, мол, нужно иметь яйца, чтобы внести столь серьёзные коррективы в такой проект. Но я бы зашёл бы с совершенно иной стороны. Да, разработчики здорово рисковали, но зачем? Зачем разработчики пошли на риск имплементации чужеродных для серии идей и концепций? Это как-то оправдывается творческим замыслом? Или есть какие-то другие мотивы? Защитники нововведений могут сказать, что внедрение диалоговой системы позволяет лучше понять мир игры через десятки мелких личных историй, над которыми мы теперь вроде как имеем власть, благодаря возможности совершения выбора. А система развития персонажа помогает нам лучше ощутить собственный прогресс в мире игры. Это правда. Как и правда то, что есть и другие художественные приёмы общения с игроком и создания у него чувства саморазвития. Делать для этого фуллблоун RPG совсем не обязательно. Превращение Ассасина в RPG было продиктовано чем-то другим. Недавно Game Informer выпустили шикарное интервью с Сержем Хаскоу, главным по креативу в Ubisoft, в котором журналисты спросили, есть ли у компании планы по возвращению старых франшиз, которых так ждут фанаты. На что Серж ответил, что он любит и Splinter Cell, и Принца Персии, но их появление на экранах зависит не от желания разработчиков, а от наличия средств. И сейчас они ведут борьбу за ресурсы. Пожалуйста, почувствуйте мою мысль. Создать хорошего Принца Персии очень трудно. Потому что персидский принц — это в первую очередь наполненный пазлами 3D-платформер, жанр, который уже очень долго не воспроизводит ничего нового, который очень сложно сделать захватывающим. И самое главное — платформер сложно монетизировать. Ему не нужны лутбоксы с косметикой, ему не нужны бустеры опыта, потому что платформер скиллоцентричен. Лишь ваше умение двигаться в пространстве определяет успех, а не какой-то там поставленный разработчиками модификатор урона. Понимаете, к чему я клоню? Переход Ассасина от приключенческой игры к RPG — это не решение накопившихся проблем погружения или проблем создания особенного игрового опыта. Это решение вопроса заработка. И в ту систему RPG, которую воспроизвели Ubisoft, очень легко впихнуть в микротранзакции. И давайте сразу. Об Assassin's Creed Odyssey можно говорить много хорошего, потому что у этой игры очень приятная структура сюжета, у неё очень красивый открытый мир. Она совершенно необычным образом открывает нам исторических персонажей, и я могу продолжать дальше. Но все эти чудесные достоинства нахрен разбиваются о те принципы, по которым Ubisoft хотят на нас с вами заработать. Игра постоянно создаёт между вами и сюжетными заданиями левелгап, который вам необходимо преодолевать, выполняя сайдквесты. Левелгап вполне ощутимый, потому что встреча с обычным противником лишь на три уровня выше вашего уже потребует от вас существенное количество стрел врагу в голову. Исходя из своего игрового опыта, могу сказать, что Odyssey практически не поднимает уровень противника в первые часов 5 или 10. И лишь потом уровень начинает уплывать на 2 или на 3 выше вашего. Лично меня жопа больно стегла в Афинах. Сюжет направляет к одному из отцов-основателей греческой демократии, тот недемократично отказывает мне в помощи и поручает выполнить 3 задания. При том, что разница между мной и самым сложным его заданием составляет 5 уровней. Мало того, что для игры это катастрофический разрыв, так ещё и Ubisoft пытаются тянуть вас за особые ниточки, чтобы выкинуть побольше денег. Как я уже отметил, у Odyssey весьма приятная структура сюжета, поскольку в этот раз игра предлагает несколько сюжетных линий вместо одной. Они, в общем-то, все об одном и том же, но развиваются параллельно. Правда, лишь до встречи с этим афинским политиком. То есть игра не просто возвела передо мною гриндвол, но и этим гриндволом образовала ZX сразу по всем сюжетным направлениям. И пока вы не минуете его, вы не получите дальнейшие крохи сюжета ни по одной из веток. При этом, ближе к 10 уровню, игра даст вам попробовать словно наркотика, немножко донатной валюты бесплатно. А потом будет напоминать об этом во время загрузочных экранов, предлагая вам вкинуть ещё больше денег, называя это возможностью сэкономить ваше время. Как это мило с их стороны. Они готовы предложить мне уникальный таймсейвер, чтобы преодолеть препятствия, которые сами же и создали. Причём в игре, за которую я уже заплатил. Прокачка корабля, развитие персонажа, продвижение по мейн-квесту. Всё сделано так, чтобы подтолкнуть вас в кинуть лишнюю копеечку в игру. И если вы счастливый обладатель ПК, окей, вы можете сделать вот так. Но у владельцев консолей даже такой возможности нет. Люди могли отдать по 7 тысяч за ультимейт издания, а в итоге присесть на бутылку из левелгапов и гриндволов. Поразительно. Опять же, найдутся защитники микротранзакции, которые встанут на сторону издателя и скажут, что микроплатежи — это способ зарабатывать больше, а значит и делать более крутые игры. Но нет, Одиссеи почему-то такая логика не помогла. Стрелы пролетают сквозь противников. Боссы в прологе проваливаются за игровую зону. Из-за отвратных коллизий герой застревает на ступеньках. Когда стрела всё-таки попадает, враги улетают куда попало. Персонажи дёргаются в диалогах экосценах, а у трупов периодически сбрасываются тела. Поймите, цель этого видео — не назвать Одиссею плохой игрой, потому что она неплохая. Я уверен, те, кто купили игру, как и я, запросто смогут ею насладиться, потому что над игрой работали весьма талантливые люди. Эти люди написали отличные диалоги, сочинили хороший саундтрек и посвятили себя наполнению огромного мира. Поэтому, если вы пока боярин, берите игру и качайте трейнеры. А если вы консольщик, лучше дождитесь скидок. Ещё раз, цель данного видео — указать на то, что решение превратить серию в РПГ — это не решение творцов. Это решение маркетологов. И, кстати, чуть выше я заявил, что сделать захватывающий 3D-платформер сложно. Но не сложнее, чем сделать настоящую, хорошую и глубокую РПГ, коей Одиссея, конечно же, не является. Поскольку дальше имитации внешних признаков РПГ дело-то и не дошло. А учитывая, что продажи Одиссеи стали рекордными для серии в этом поколении консолей, то можете не сомневаться в том, что нас ждёт через два года. И когда Серж Хаскл говорит журналистам, что студия очень хочет вернуть мультиплеер в серию, вы можете догадаться сами, как они планируют на этом мультиплеере зарабатывать. А у меня на этом всё. Тратьте ваши деньги разумно и старайтесь избегать манипуляций с вашим игровым опытом. Всего доброго!